И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзе Хедж, и это вторая часть обзора модификации Эмберс на версию Майнкрафта 1.10.2. В первой части мы с вами узнали, каким образом можно передавать предметы жидкости, где это всё можно хранить, каким образом добывать и передавать энергию Эмбера. И, собственно, даже успели познакомиться с машинками, которые могут из этой энергии делать систему удвоения рут. Но, собственно, это ещё далеко не всё, что нам предоставляет этот мод. О том, что будет с вами сегодня, мы узнаем буквально через пару минут. Ну что, поехали, да, ребятки? И с чего нам с вами, ребятки, начать? Начну я, наверное, с обзора инструментов, которые добавлены этим модом. Естественно, это не обычные инструменты, которые там кирка, меч, топор и всё прочее. Это модные инструменты, они занятные. Начнём мы с вами с самого, наверное, интересного. Называется Blazing Ray. Фактически, ребятки, это, можно сказать, что лазерная пушка. Каким образом, в принципе, работают все инструменты из этого мода? Ну, которые вот эти вот, этих пять. Опять же, которые не обычные, просто из этого металла. Нам с вами для того, чтобы эти инструменты работали, нужно их заряжать. Заряжать их, как вы можете догадываться, нужно как раз вот этой вот эмберовской энергией. Что нам нужно для того, чтобы это дело осуществить? Нам нужен блок под машином Copper Charger. Вот такая вот штука. И, соответственно, к нему нужно в какую-нибудь дырочку подать этот самый эмбер. Дальше нам себе нужно скрафтить одну из двух видов батарей, которые доступны. Это либо Mental Jar, который крафтится вот таким вот образом. И он в себе может содержать тысячу эмбера. Либо штука под названием Mental Cartridge, которая крафтится немножко дороже и может в себе содержать шесть тысяч энергии. В чём их, собственно, разница? Дело в том, что, собственно, ваши предметы не имеют свои внутренние батарейки. Они будут питаться теми батарейками, которые у вас есть. Так вот, Mental Jar у вас, после того, как мы его зарядим, может находиться вообще в любом слоте инвентаря. Где хотите. Хотите на хот-баре, хотите в инвентаре, без разницы. Все предметы будут отсюда брать энергию. Вот эта штука, которая Mental Cartridge, должна находиться исключительно в вашей левой руке. Здесь, для того, чтобы она работала. Да, она, как бы, конечно, содержит в себе шесть тысяч энергии, но при этом у вас занята левая рука. Если вы ей не пользуетесь, то почему бы нет? Нет. Каким образом заряжать эти штуки? Просто правый клик по нашему чарджеру. Мы его туда положили, мы видим, что там происходит какой-то страшный процесс. И, собственно, мы его немножко зарядили на 930. Кстати, не помешало бы мне, наверное, здесь себе взять Ember Gauge, для того, чтобы смотреть, что здесь вообще происходит. 3000 здесь у нас с вами энергии. Давайте зарядим, наверное, маленькую батарейку. А эту я пока вообще... Ну, хотя ладно, пусть лежит в инвентаре, она никому не мешает. Штука зарядилась. Штука зарядилась. Тысяча энергии. Теперь мы с вами можем пользоваться нашим оружием. В данном случае нашим пистолетом. Давайте возьмем овцу. Я в этот раз играю в Peaceful режиме, поэтому я буду все это дело тестировать на мирных мобах. Овца. Лазер. Жбоньк. Ага! Как-то очень слабо ударил лазер. Да, поправили этот глюк. В предыдущей версии этот лазер бил так, что, наверное, с одного удара был готов завалить эндер-дракона. По правому клику мы с вами заряжаем пушку и, отпуская, соответственно, стреляем. У этого лазерного ружья есть один большой плюс. Оно может стрелять на очень-очень дальние расстояния без, в принципе, потери, как бы, своей мощности. Давайте попробуем куда-нибудь сюда поставить овцу. И я попробую с максимального расстояния ее убить. Ага! Семь! Стой, овца! Стой! Бдыщ! Потому что, собственно, стреляет он, как только мы с вами отпускаем правую кнопку мышки. Поэтому очень удобно целиться. В принципе, штука для охоты на каких-нибудь дальних мобов очень-очень забавная. Мне, я бы сказал, что даже она нравится. Давайте ее положим сюда. И, собственно, она у нас высосала немножко этого самого эмбера. Эта штука, соответственно, у нас с вами пока вообще никак не работает, потому что просто лежит в инвентаре. Следующая штука называется Сайндер Став. Делается вот таким вот макаром. И, ребятки, это тоже оружие, скажем так, массового поражения. Давайте поставим здесь овцу. Сделаем правый клик. Будем держать правый клик. И... Пыщ! Мы с вами убили овцу с одного удара. У меня здесь есть небольшой испытательный полигон для того, чтобы мои овцы никуда не разбегались. Давайте здесь сделаем трех штук. И попробуем их тоже долбануть вот этим вот замечательным посохом. Формируем большой фаерболл. Лети, фаерболл. Ух! Я единственное, что попал только в одну овцу. К сожалению, эта штука не наносит повреждения по области. Она наносит повреждения только по одному мобу, который, собственно, попадается ей на глаза. И, соответственно, чем меньше мы держим правую кнопку мышки, тем меньше у нас будет заряд. Тем он, соответственно, слабее будет бить. Но, тем не менее, все равно иногда неплохо. Убри уже овца! Умри! Умри овца! Ей! Мы с вами убили еще одну овцу. Такой вот занятный посох. Правда, это скорее, конечно, развлечение. Наверное, в отличие от того же самого лазерного пистолета, который мне очень нравится. И мы с вами съели еще некоторое количество эмбера. Дальше у нас с вами есть топор. Мало того, что этот топор можно использовать как оружие. Он вполне себе хорошо бьет. Бэдыч, бэдыч. Пять, семь. Кстати, у меня же здесь есть, по-моему, мод под названием ММММММ. Мы можем с вами поставить сюда тест дами. Для того, чтобы не мучить бедных овечек. По крайней мере, когда тестируем оружие ближнего боя. Пять. Если мы его полностью подняли. Девять. Девять. Четыре с половиной сердца. В принципе, достаточно такая неплохая штука. Но у него есть еще один, как бы, способ применения. Когда мы с вами атакуем просто этим топором, держа левую кнопку мышки, мы с вами, ну как интересно, куда у меня делся, черт, оно же где-то здесь. Дурацкий Майнкрафт в этом смысле очень любит глючить. У меня же где-то должна была быть, ладно, давайте возьмем еще одну, мой картридж. Если мы с вами просто бьем левой кнопкой мышки, мы не тратим энергию, вообще никак. Но если мы с вами, допустим, возьмем какое-нибудь дерево и захотим его срубить, воспользуемся правой кнопкой мышки, мы с вами съели приличное количество эмбера и срубили дерево целиком. В принципе, у этой штуки ограничен, к сожалению, радиус действия, поэтому гигантские деревья, царь деревьев, я их называю, срубать не получается, не получится точнее, хотя может уже и получится, потому что, собственно, раньше топор рубил как бы 5 на 5 блоков радиусом во все стороны, единственное, что вверх и вниз рубил на 3 блока. Давайте попробуем сделать небольшой эксперимент. Я сейчас себе сделаю гигантский деревянный столб, и мы с вами попробуем его срубить одним утором топора. Вдруг получится. Топор, настало твое время. Жбоньк. Вот, мы с вами срубили, ну да, приблизительно те 5 блоков, собственно, и остались. Но, в принципе, для того, чтобы избавляться от большого количества деревьев, почему бы нет? Можно вполне себе им воспользоваться. Но, конечно, этот топор мне больше нравится исключительно как оружие, а не как средство для рубки деревьев. Хотя можно, наверное, использовать и так, и так. Что у нас с вами есть еще из модных предметов? У нас с вами есть штука под названием кирка. Ну, заводная кирка. Если мы с вами возьмем себе какой-нибудь, там, не знаю, кабл, и сделаем небольшую каблокоробочку, каблостроение, мы с вами, соответственно, сможем, я даже выйду из креатива, геймод 0, мы с вами сможем ей пользоваться, как обычно, киркой. Точно так же, ничего примечательного, уровень копания у нее алмазный, то есть максимальный. Но если правую кнопку нажать, бух, мы с вами мгновенно удалим кубик 3 на 3 на 3. И более того, она также работает, допустим, на землю, что очень удобно. То есть, в принципе, это, ну, примерно как молот из стинкерса, наверное. Единственное, что у нее есть время на перезарядку, как вы видите, то есть после правого клика, ей нужно время на то, чтобы перезарядиться. У нее внизу бегут такие вот повозочки. Но хотя бы то, что мы с вами можем этой киркой копать уже и землю, и камень, это весьма неплохо. И сейчас, ребятки, наверное, вы офигеете так, как офигел я. Я себе возьму обсидиан. Я возьму себе обсидиан и сделаю из обсидиана небольшую платформочку. Черт. Это лучше было делать в креативе. Еще раз, черт. Ладно, ничего страшного. Сделаем себе вот такую вот маленькую платформочку. И дальше я выйду из креатива. И правый клик. Ага, обсидиан точно так же разрубается с одного удара. Вот в этом самый большой плюс этой кирки, как мне кажется. Потому что, собственно, вы, наверное, знаете, как я люблю копать обсидиан. Я стараюсь всеми способами его сделать автоматически, чтобы не копать. А здесь появилась кирка, которая нам с вами эту проблему может решить. У нас с вами есть еще некоторое количество энергии. Поэтому давайте перейдем к последнему предмету, который у нас есть. Это великий молот. Грэндхэммер. В принципе, это, ребятки, оружие. Самое обыкновенное оружие, которое нам с вами даст 11 дамага. Бух. 5,5 сердец. Бух. Отличная штука. Как вы считаете, что будет по правому клику? Я сюда поставлю 3 овцы. Бабах! Мы с вами каждые нанесли по 11 дамага, и они еще и отбросились. То есть, в принципе, если мы с вами будем биться с какой-то немеренной толпой мобов, допустим, с 9 овцами, ужас. Мы с вами по правому клику сможем избавиться от них сразу. Ну, почти от всех. Он тоже кушает приличное количество энергии. Он тоже долго перезаряжается, но оно того стоит. Очень забавная штуковина. И более того, обратите внимание, какой он здоровый. Ху-ху-ху-ху-ху. Здоровый, здоровый молот. Эта штука мне очень нравится. Наверное, моя любимая в этом моде, помимо лазерного ружья, конечно же. И есть у нас с вами набор брони. Набор брони тоже весьма симпатичный. Собственно, я первую часть начинал с того, что я был в этой броне. Она очень прикольно выглядит. То есть, мало того, что она сама по себе, в принципе, достаточно неплохо предоставляет защиту. Где-то на уровне, наверное, нет, чуть хуже алмазной, как мне кажется. Но у нее есть совершенно офигительно выглядящий плащ. И в плаще есть, вы смотрите, вот эти вот семь дырок. Эти семь дырок, на самом деле, в плаще не просто так. Это тоже специальная механика мода. О ней я вам расскажу немножко позже, как только скажу, каким образом эту броню получать. Потому что, если мы посмотрим рецепт, мы увидим, что нам здесь, помимо Don't Stone Ingotten и ниточки, нужна еще штука по названию Ashen Fabric, которая делается в непонятные нам с вами пока механики под названием алхимический рецепт. Мы с вами получим две. Что же это такое? Ребятки, пугаться не стоит. Но стоит построить приблизительно вот такую структуру. Есть у нас с вами штука по названию Exchange Tablet. Это ее, собственно, сердце, которое делается вот таким вот макаром. Мы с вами ее куда-нибудь ставим. Без разницы. Дальше, вокруг нее, мы с вами не обязательно совершенно должны ставить восемь пьедесталов, которые называются, вы не поверите, пьедестал. В этом нет никакого смысла. Я это здесь поставил исключительно из-за того, что это красиво. Нам с вами может хватить одного, или двух, или трех. Более того, стоять они могут как угодно. Единственное условие, они должны находиться не далее, чем три блока от нашего таблета. То есть максимально мы можем его поставить вот здесь. Если мы его поставим вот здесь, он уже не будет работать. Поэтому, соответственно, ну как-то вот так вот можно себе организовать вот эту вот штуку. В принципе, опять же, здесь нет никакой симметрии, как я говорил. Ставьте как хотите, но мне так просто не знаю. Эстетически приятнее на это дело смотреть. И что же у нас с вами за рецепт алхимии? Для того, чтобы начать с ним знакомиться, нам с вами придется себе сделать штучки под названием... Там-тар-дам-тар-дам... Аспектус. У нас с вами эти аспектусы есть пяти видов. Железный, медный, золотой, серебряный и свинцовый. Если мы с вами посмотрим на рецепт того же самого Эшнфабрика, мы увидим, что у нас здесь вот они, пять штук. Железный, медный, золотой, серебряный и свинцовый. И у нас с вами напротив железного и напротив серебряного есть такие вот полосочки с числами 12-24. Но давайте сначала разберемся, каким образом сделать вот эти штуки. Делаются они у нас, ребятки, в нашей вот этой вот паре, которой мы с вами делали слитки и удваивали жидкости. Каким образом нам сделать, допустим, вот эту штуку? Нам нужно взять себе Ember Shard. Давайте возьмем Ember Shard. Иди сюда. И нам с вами нужно себе взять, во-первых, Plate Stamp и один слиток жидкого железа. Поэтому давайте возьмем себе железную руду. Расплавим ее в нашей плавильне. Кстати, не обращайте внимания на визуальный глюк. Он здесь присутствует. То, что здесь как будто что-то еще есть. На самом деле здесь, конечно, уже ничего нету давно. Давайте дождемся, пока у нас с вами появится здесь расплавленное железо. Вот оно, собственно, пришло сюда. Дальше. Берем отсюда вот этот вот Plate Stamp. Убираем отсюда наш текущий стемп, который слитков, за слитки отвечает. Положим его сюда. Дальше нам нужно себе взять Ember Shard. Поместить его в Stamp Base. Таким вот макаром. После этого сюда даем жидкость, то бишь наше железо. И мы получаем Iron Aspectus. Он, собственно, здесь сделался. И после этого мы вторым должны получить обычный Iron Plate. Все логично. Дальше у нас с вами все закончилось. Естественно, таким же образом делаются остальные Aspectus. Только металл, который у нас с вами будет налит в наш Stamp Base, должен быть, соответственно, различным. Все остальное то же самое. Теперь кладем на пьедестал наш Aspectus. Я сюда положил два, этого делать не надо. Могут быть глюки. Положим один. И нам нужен был серебряный. Поставим его куда-нибудь рядышком, без разницы. Дальше. Это у нас с вами штука была. Ashen Fabric. Ashen Fabric. Ashen Fabric. Нам с вами нужно два Aspile. Нам с вами нужна шерсть и две нитки. Скорее всего, у меня вот здесь в ящике все это дело лежит. Давайте возьмем себе такую штуку, такую штуку и такую штуку. Каким образом составить рецепт на нашем Exchange таблете? В принципе, у нас с вами все это показано в рецепте. Посередине должна быть шерсть. Поэтому давайте возьмем шерсть. Строго одну. Еще раз обращаю ваше внимание. Не нужно класть туда стаки. Это не будет работать. Дальше по краям нам с вами нужно положить две нитки. Чтобы положить что-то в край, мы это должны как бы кликнуть по стороне. Чтобы положить в центр, мы должны кликнуть сверху. И дальше два Aspile. Сюда и сюда. Рецепт мы с вами выложили. Но дальше начинается самое интересное. У нас написано то, что как бы нам требуется аспект, скажем так, железа и аспект серебра в количестве от 12 до 24. Нам рецепт не говорит сразу, какое нам необходимо количество. Больше я вам скажу, когда вы с себя будете играться с этим модом, у вас вот эти вот цифры, они тоже могут отличаться от моих. Потому что это зависит от Сида мира. И, насколько я знаю, от игрока, который будет производить этот ритуал. Поэтому, собственно, вам методом проб и ошибок придется вычислять вот эти вот параметры. Каким образом? Смотрите, у нас с вами нужно от 12 до 24. Поэтому давайте начнем с 12, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, десять, одиннадцать, двенадцать. И двенадцать еще раз. Потому что они одинаковые. Тринадцать получилось. Дальше мы с вами эти штуки кладем под наши аспектусы. Двенадцать сюда. И двенадцать сюда. Мы с вами как бы превратили наши вот эти пьедесталы фактически в горелки. Теперь у нас с вами задача попробовать создать этот рецепт. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится поставить еще один блок, который называется лучевая пушка. Beam Cannon. Делается вот таким вот образом. Перед тем, как, собственно, воспользоваться ей по назначению, давайте немножко похулиганим. В том смысле, что эта пушка работает как пушка. Для того, чтобы эту пушку сориентировать, мы точно так же, как с трубами, делаем shift-правый клик на блоке, куда эта пушка должна стрелять. И после этого правый клик на пушке. И она таким образом туда повернется. Собственно, она сейчас уже туда повернута. Давайте возьмем наших любимых овечек. Поставим их вот сюда. Вам сейчас будет хорошо и тепло. Дальше, соответственно, мы с вами должны в эту пушку подать эмбер. У меня здесь сейчас 2000 эмбера. И, соответственно, при помощи вот этой системы она сюда подается. Дальше мы с вами должны включить Redstone сигнал. Пушка начинает разогреваться. К сожалению, для этого нет никаких звуков. И мы не знаем, сколько времени это займет. Именно поэтому здесь вот, здесь рычаг, а не кнопка. И, собственно, одним выстрелом у нас с вами уничтожились все энтити, которые здесь есть. Причем повреждения было нанесено, как вы видели, немало. Давайте я сюда поставлю тест с дами. Исключительно ради того, чтобы узнать, сколько же повреждений будет наноситься. У нас с вами сюда восстанавливается эмбер, в принципе, достаточно быстро. На то, чтобы выстрелить, нашей пушке нужно 2000. То есть она при выстреле разряжается полностью. Давайте подождем, пока наша пушка выстрелит. Пушка. Бабах. 12,5 сердец. То есть сколько получается? 25 повреждений. Очень неплохая такая пушечка, в принципе. Можем кого-нибудь ей долбать. Ага. Занятная штука. Ну, ладно. Это все, конечно, хорошо. Но давайте теперь ей воспользуемся по назначению. Shift правый клик на блоке. Куда стрелять? Правый клик. Откуда стрелять? Пушка перевернулась. Теперь мы должны зажарить то, что у нас находится на столе. Включаем редстоун сигнал. И ждем, пока наша пушка не сделает бабах. Пушка, делай бабах. Мы все ждем. Бабах. И здесь сейчас, как мы видим, происходит алхимия. В принципе, из тех, как бы, передисталов, которые мы активировали при помощи нашего праха, из них идут такие вот сгустки энергии. Остальные все стоят просто так. И мы с вами неправильно сделали рецепт, поэтому получили алхимический мусор. Аккуратность 0%. То есть, я не угадал вообще, какие пропорции необходимы для рецепта. Что нам нужно сделать теперь? Нам нужно повторить процедуру, конечно же. Снова кладем. Эй! Черт. Так делать не надо. Мы с вами здесь совершенно случайно получили эшпайл. Выкладываем рецепт еще раз. И будем сейчас играться с соответствием и несоответствием количества вот этого пепла. Давайте возьмем в таком случае... Попробуем теперь 2 по 24. Если у нас с вами 2 по 12 сказали, что 0%, то есть мы с вами вообще не угадали, значит, скорее всего, там должно быть как раз 24. Или что-то типа того. 22, 23, 24. То же самое. 24 под железо, 24 под серебро. Рецепт выложен. Пушка настроена. Бабах! Сделай пушечку нам, бабах! Так, пошел процесс. Давайте, на самом деле, я, наверное, очищу инвентарь. Потому что у меня тут очень много чего-то всего. Давай, 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 давай. Что у нас с вами будет в этот раз? Кстати, не забываем выключать пушку. А то опять сейчас будет стрелять. Тратит мою энергию драгоценную. С таким трудом добытую из креатива. Ва-ха-ха. Ну, давай. Мы с вами снова получили мусор. Но на этот раз аккьюрессии 0%. Ребятки, я что-то напутал с рецептом. Секунду. И, ребятушки, нет. Скорее всего, с рецептом я ничего не напутал. Мне просто дико не везет. И, если честно, чтобы не тратить время, я решил попробовать сделать другой рецепт. Мы с вами при помощи алхимии можем, как бы, совмещать слиток и гладкий камень для того, чтобы снова получить руду. У нас с вами есть рецепт вот такого плана. Я, соответственно, здесь за катером сейчас нашел правильный рецепт с третьей попытки. Ну, с четвертой, если быть точным. Нам нужно по 9 эшпайлов. И нам, соответственно, нужен копировый и железный вот этот вот аспектус. Каким образом это делается? Давайте я вам все-таки покажу то, что это действительно работает. И то, что я здесь себе ничего не читырил. Кладем сюда 9 таких, 9 таких. И включаем наш режим. Режим луча. Луч. Бей. Давай. Я в тебя верю. Отлично. Выключаем это дело. И через какое-то время у нас с вами получится красивенький копер-ор. В принципе, если у вас есть, не знаю, кабл-генератор, вы можете постоянно... Вот, собственно, мы с вами получили копер-ор. Вы можете постоянно себе производить вот эту квыльку, вот этот пепел. И, в принципе, дальше при помощи, скажем, любой системы удвоения, можно даже при помощи вот этой вот, делать из одного, как бы, кусочка руды два слитка. После этого где-то обжаривать камни, получая гладкий камень. После этого при помощи еще некоторого количества энергии делать из них снова руду. Таким образом сделать себе бесконечную, как бы сказать, бесконечную систему генерации, скажем, той же самой копер-бедной руды или там, не знаю, железо или золото, что хотите. Потому что, в принципе, если мы с вами здесь, допустим, посмотрим на голд-ор, мы увидим то, что этот рецепт тоже присутствует. Единственное, что нам с вами, естественно, уже нужна золотая штука, золотой аспектус для того, чтобы это дело получать. И, в принципе, все остальные руды, наверное, тоже таким образом можно получить. В принципе, если мы с вами посмотрим вообще на все рецепты, которые доступны в нашей алхимической печи, мы увидим, что их сейчас не очень-то и много. Нам с вами здесь, кстати, понадобится сделать еще штуку по названию вот этот вот инфликтор джем или инфликтор гем. И штуку по названию глимер кристалл. Каким образом их делать, я думаю, что вы уже сможете догадаться без меня. Единственное, что я хочу сказать. Допустим, смотрите, чтобы сделать глимер кристалл, нам с вами требуется от 64 до 80 золотых аспектусов. Что это означает? Означает то, что, ребятки, нам с вами нужно взять себе голд-аспектус. Аспектус. Где он там? Донстоун. А, он не золотой, он донстоуновый. Ну, без разницы. Поставить в один пьедестал один такой аспектус. Во второй пьедестал поставить еще один такой аспектус. И, соответственно, здесь каким-то образом балансировать вашими пыльками. Вашим вот этим вот пеплом. То есть, в принципе, все пьедесталы, на которых стоят одинаковые аспектусы, они считаются как один. Таким образом вы можете, собственно, перепрыгнуть через, как бы, стак. Через границу стака. Вот. Ну, суть даже не в этом. Предположим, мы себе все-таки смогли сделать. И, кстати, я молодец. Я броню всю свою скинул, когда делал клир. Смогли мы себе сделать вот эту вот замечательную штуковину, которая требуется для создания компонентов нашей брони. Вот этот вот Ashen Fabric. И смогли мы себе сделать вот эти вот инфликтор джемы. Давайте возьмем несколько штук. Одну я возьму в руку. И теперь давайте возьмем себе, допустим, лаву. Хотя, ладно, давайте лаву не будем. Давайте что-нибудь попроще. Давайте Flint and Steel возьмем. Не Flint, а Flint. Зажигавочку нашу. Пока на мне надета эта броня, я выхожу из креатива. И что-нибудь поджигаю. На мне надета броня, и у меня в руке инфликтор джем. Я иду в огонь. Ау! Больно. Но при этом наш с вами инфликтор джем получил как бы тип повреждения огонь. В принципе, мы с вами можем таким вот образом их как бы настраивать на различные виды повреждений. Единственное, что помимо огня, по-моему, на данный момент еще ничего не работает. Возможно, в 1.11.2 я уже поменялась. Но, не знаю, не проверял. Мы с вами, допустим, можем все шесть взять в руку и сделать так же. Таким образом, они все шесть настроятся на огонь. Мы их можем после этого, нет, стакать у нас в любом случае не получится, но не суть. Мы с вами таким образом как бы настроили наши вот эти вот штуки на повреждения от огня. А помните, что у нас с вами в нашей вот этой вот клоке, в нашем плаще, есть дырочки для семи как раз модификаторов. Что это означает, как вы считаете? То, что мы можем их туда запихивать, ребятки. Нет, только это делается немножко не так, секунду. Ну, собственно, да. Вот таким вот образом у нас с вами вставляются наши инфликтор джемы в наш Asian Clock. Давайте ее наденем. Поставим сюда. И я попробую еще раз выйти из креатива. И что-нибудь еще поджечь. Я все еще получаю повреждения, но обратите внимание, что сердечки уходят крайне медленно. Один как бы вставленный инфликтор джем в наш клок позволит нам сократить повреждения, приносимые тем или иным источником, на которые, собственно, были настроены наши инфликтор джемы, на одну восьмую часть. То есть, в принципе, вставив сюда 7 джемов от огня, я себе на 7 восьмых сократил повреждения, которые мне наносит огонь. В принципе, идея офигительная. То есть, допустим, мне всегда не нравилось то, что меня убивают скелеты. То есть, я бы хотел попробовать настроить вот этот вот инфликтор джем на повреждения от скелета. Но, насколько я знаю... Хотя, слушайте, давайте на всякий случай проверим. Потому что раньше эта штука совершенно точно не работала. Вдруг она теперь, собственно, заработала. Единственное, что мне для этого надо... Ну, я, оказывается, в Изи, когда это я успел уже перейти. Скелетик, стреляй в меня. Давайте попробуем. Стреляй в меня. Нет, видите, инфликтор джем не говорит, что это повреждение от стрел. Он не может на него, к сожалению, настроиться. Печаль. Ну, на самом деле, возможно, сейчас уже работают повреждения, скажем, от воды. Или повреждения от взрывов. Но, как бы, информации у меня пока что такой нет. Да умри ты уже, наконец. Дурацкий скелет. Слава тебе, Господи. Вот. И, собственно, для чего нам был нужен второй кристалл. Который я вам показывал, что вам его тоже неплохо было бы сделать. Для того, чтобы сделать себе Glimmer Lamp. Собственно, вот он, Glimmer Crystal. Единственное, для чего он сейчас, по-моему, используется. Что это такое? Ребятки, это бесконечный факел. Жбоньк. Жбоньк. Мы с вами можем таким образом себе освещать территорию. Более того, как мы видим, свет из нее не просто ставится, он вылетает. То есть мы можем освятить что-нибудь где-нибудь далеко. Для того, чтобы свет убрать, просто по нему левой кнопкой мышки. Все как обычно. Если это магический свет, он убирается таким образом. Сам по себе этот свет никуда не девается. Поэтому, в принципе, достаточно удобно освещать какие-нибудь темные пещеры. И в самой первой части, собственно, я вам забыл рассказать еще про один предмет. Но я думаю, что вы бы так или иначе его сами нашли. Это обычная лампочка, которая называется Ember Lantern. Которая делается весьма просто. Мы с вами получаем аж 4 штуки. И если я включу сейчас себе клавишу F7, то мы увидим, что освещает она много. Больше, чем факел. Вот такой вот, собственно, модик у нас с вами получился. На версию Minecraft 1.10.2. На версию 1.11, насколько я знаю, действительно уже больше контента. Но мы с вами про него будем разговаривать уже, когда я буду играть на 1.11. Пока что еще рановато. Немного, как бы сказать, мало модов еще есть для версии 1.11. Пока что еще не есть чего, что называется, собирать сборку. Вот. Но, тем не менее, мод весьма интересный. Действительно, буду за ним следить. Большое спасибо тем, кто все-таки заставил буквально меня сделать по нему обзор. Потому что иначе я бы, наверное, так и ждал 1.11 версии. Не знал, что на 1.10 он тоже очень клево обновился. Ребятки, надеюсь, что вам понравилось. С вами был Zig the Hedge. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Как обычно, всем счастливо. Пока.